Всем привет! Я историк моды Анатолий Вовк и сегодня мы с вами поговорим про гардероб принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы Второй. Дело в том, что совершенно недавно принц Филипп ушел из жизни и сегодня я хотел бы рассмотреть его гардероб максимально подробно, насколько это позволит мне время. Все-таки для каждого ролика я стараюсь соблюдать регламент и я постараюсь показать вам, как же менялся гардероб герцога Эдинбургского, начиная с его самых ранних фотографий до последних лет. Обязательно нажимайте на колокол для того, чтобы быть в курсе всех видео, которые выходят на этом канале. Ну и не забывайте по возможности распространять это видео в ваши социальные сети, по возможности показывайте это видео. Отмечайте меня в инстаграме, потому что в инстаграме я публикую каждый день разную информацию. Давайте посмотрим, что же выбирал принц Филипп. Итак, герцог Эдинбургский выбирал одежду, которая соответствовала его фигуре. Высокий, стройный, конечно же спортивный, поэтому многие его наряды, я бы не побоюсь этого слова, многие его костюмы были более расслабленным вариантом официального протокола. Одежда герцога Эдинбургского это одежда, которую изготавливают на заказ. Перед вами витрина одного из магазинов, где герцог покупал одежду, где ему шили одежду. Англичане всегда обладали хорошим вкусом, особенно это заметно по мужчинам, потому что мужской английский костюм это то, что сидит идеально, это то, что дает человеку возможность понять, насколько мужской костюм может быть элегантным, красивым, а главное, насколько он может быть нетривиальным. Так вот, в этом магазине, помимо герцога Эдинбургского, одевались такие известные люди, как Лорд Нельсон, Наполеон Третий, Принц Чарльз, Уинстон Черчилль, Принц Эдинбургский, Джуд Лоу и Элтон Джон. Раньше это были две компании. Первая была основана в 1777 году, вторая в 1784 году. И лишь в 1974 году компании решили работать под одним брендом. Не стоит забывать, что эта компания когда-то и создавала военную форму. Сегодня у этого ателье есть три основных королевских ордера для Ее Величества Королевы, Его Королевского Высочества Герцога Эдинбургского и Его Королевского Высочества Принца Уэльского. Скажу вам сразу, что многие костюмы принца Филиппа были изготовлены именно в этом магазине. Есть три основных вида пошива мужского костюма в Англии. И это очень важно знать, прежде чем мы с вами посмотрим на гардероб принца Филиппа. Первая категория это прета-порте. Стоимость прета-порте от 795 фунтов стерлингов. Затем так называемая сёх мизюх, то есть по размеру. Это значит, что костюм шьется на человека по выбранной модели. И стоит это от 1000 фунтов. Индивидуальный пошив, самый дорогой, стоит от 5000 фунтов за один костюм. Вы видите двух партных на фотографии. Это Джон Кент и Терри Эхест. Они тоже создают одежду для королевской семьи. Они занимаются как прета-порте, так и пошив по меркам. Но еще и занимаются индивидуальным пошивом. Но компания не такая может быть и известная во всем мире. Но вот объединение их произошло в 2010 году. Еще одна компания Hunter. Эта компания занимается тем, что создает сапоги. И здесь вы можете видеть, что бренд, который был основан в 1856 году, имеет королевский герб. Ее величество королевы и его королевского высочества, герцога Эдинбургского. Вот видите два герба. Обувь принцу Филиппу шили в магазине Джон Лоб. Первый магазин этого бренда был открыт в далеком 1866 году. И уже на протяжении более 100 лет этот бренд создает обувь. Конечно, такая обувь удобная. И такая обувь пользовалась, широким спросом среди знающих людей. Поэтому в 1976 году этот бренд выкупает фирма Эхмесс. В 1982 году они выпускают коллекцию Прет-Апорте. Да, то есть уже появляется новое направление в производственной деятельности. Они создают обувь не только на заказ, но уже делают и готовую всего. У этого бренда 19 магазинов, в том числе и в Пекине, и в Нью-Йорке. Есть в столице Японии и даже есть в Дубае. Это марка. Галстуки для королевской семьи, а также рубашки, нагрудные платки создавала компания, которую вы видите у себя на экране. Здесь можно изготовить рубашки по индивидуальному заказу. Теперь, когда вы уже знаете, кто создает обувь, костюмы, рубашки и остальное, давайте посмотрим на фотографии принца Филиппа. Вот так выглядел принц Филипп в 1935 году. Что мы можем здесь видеть? Это театральный костюм, в котором он участвовал в школьной постановке Макбета. Да, мы уже видим здесь, насколько красив в юношестве был принц Филипп. Высокий, спортивный блондин, к тому же, он сводил с ума не только принцесс, но и обычных девушек. Посмотрим, что стало с принцем Филиппом через четыре года, и уже в 1939 году он предстает перед нами вот в таком виде. Шорты, выше колена, рубашка и свитер. Когда мы смотрим на такой образ, мы видим в нем Дэнди, мы видим в нем Франта, мы видим в нем человека, который понимает особенности своей фигуры, который понимает, как нужно правильно одеваться. Многие, может быть, и не узнали сразу принца Филиппа, но герцог Единбургский в 1945 году выглядел именно таким образом. Это было во время морского визита в Мельбурн. Мельбурн находится в Австралии. Может быть, во время пути, а все-таки путь был не близкий, борода отросла, а может быть, ему хотелось выглядеть именно вот так. Ведь многие мужчины действительно носят бороду лишь потому, что считают, что борода им идет. Но это выбор каждого человека. Он все-таки еще здесь не является супругом королевы. Посмотрим на эту фотографию. Подтянутый, поджарый, в военной форме. В 1947 году он проводит инспекцию войск в центре подготовки старшин в Коршеме. Уилдшир. Ну да, у него уже, мы видим, есть награды. Галстук, рубашка, двубортный костюм или китель станут, наверное, основными элементами для формирования его гардероба. Да, безусловно, мы знаем, что каждый монарх, его супруг или его дети должны следовать протоколу и должны надевать то, что им положено. Но некоторые меняют устои общества, считая их слишком консервативными. В 1947 году принцесса Елизавета позируют для помолочного портрета вместе с принцем Филиппом. Здесь мы на нем можем видеть форму королевского флота. И у него уже здесь звание старший лейтенант. Эта форма является формальной и она в основном нужна для торжественных мероприятий, то есть для церемониальных случаев. Ну а Елизавета, которая надела здесь всего лишь несколько украшений, брошь, две нитки жемчуга, браслет и кольцо выглядит столь юною, но все же даже сегодня, несмотря на прошедшие годы, несмотря на прошедшие десятилетия и практически уже сколько прошло? Более 70 лет. Да, все равно угадываются у нее черты той самой принцессы Елизаветы, которой ее помнили люди в 40-е и 50-е годы. Посмотрите на эту фотографию. Вот здесь мы можем видеть, что это их свадьба. 1947 год. На Елизавете потрясающий жемчуг, невероятной красоты, платье. Ну а на Филиппе форма королевского флота. Филипп в звании старший лейтенант. Я уже вам говорил об этой форме. Да, вот мы видим у него здесь уже орден прибавился. Орден подвязки. Не буду о нем сегодня рассказывать. Это, наверное, не самое главное в этом обзоре. В 1947 году они проводили медовый месяц на Мальте. Елизавета одетая в серое, в серое, в серое. Здесь уже видим зарождающийся стиль Кристиана Диора, который специалисты называют Нью Лук. У нее приталенный жакет. У нее юбка, которая скроена не как клеш, но все-таки она расширяется. Ну а на Филиппе форма королевского флота. Мы уже с вами видели эту форму дважды. Конечно, многие мужчины, которые находятся на службе в королевской армии, в королевском флоте, предпочитают носить китель. Вообще предпочитают носить мундир в повседневной жизни. Это действительно выглядит на некоторых красиво, но в тот же самый год, в 47 году, я покажу вам принца Филиппа без мундира. Вот он здесь. Спорт был для него важен и поэтому здесь мы видим его словно во время Олимпийских игр. Он поднял одну ногу и, вероятнее всего, может быть, он либо метал копье или занимался другим спортом. Кстати, если вы понимаете, я вот, например, не особо понимаю, что он здесь делает, напишите мне в комментариях. Мне хочется посмотреть, насколько вы внимательны к тому, что я прошу вас комментировать мои видео. Два года спустя, 49-й год, принц Филипп метает копье. И знаете, где он метает это копье? Он метает его во время посещения морской школы. Несмотря на костюм, который он не расстегнул, несмотря на галстук, принц Филипп перед учащимися морской школы Уэльси показывает невероятную физическую форму. Эти солнцезащитные очки, которые он надевал неоднократно и делали из него объекта для подражания. Многие копировали его стиль. При этом я хочу обратить ваше внимание на то, что принц Филипп зачастую следовал традициям британской королевской семьи и надевал то, что нужно надевать. Посмотрите, в 1950-е годы они балморали. Здесь мы видим на нем потрясающий, ну вот по-другому как английский, я не могу назвать костюм. То же самое мы видим и на Елизавете, которая всегда чтила традиции и шотландской клетки, и твида, и знала, когда нужно что надевать. Мы видим здесь их детей, которые одеты практически одинаково. Сегодня встретить одинаково одетых детей в одной семье это действительно явление феноменальное. Мало кто сегодня думает над тем, что детям тоже нужна красивая одежда. И речь идет не о брендах, а речь идет действительно об одежде, которая будет качественной, которая будет из натуральных материалов, которая будет выглядеть правильно. 1950-е годы, как я уже говорил, солнцезащитные очки, шерстяной пиджак и вот этот галстук-селедка. Что еще может быть лучше для того времени, как не широкие лацканы, подходящая по воротнику рубашка и длинный галстук. Действительно можно было его принять за какого-то известного человека того времени, который снимался, например, в кинематографе. И он действительно был фотогеничен. Многие его фотографии уникальны. Например, вот эта фотография, которая была сделана в 1951 году, несмотря на свой двубортный пиджак, который вы увидите вот сейчас, вы можете обратить внимание, как он держит своих детей. Ни на один момент не отразилось на его пиджаке. Костюм сидит идеально. Темно-серый двубортный костюм и клубный галстук, который завязан безукоризненно. Нельзя даже никак придраться к галстукам и к пиджакам принца Филиппа. Широкие лацканы, широкие брючины, двубортный костюм. 1951 год, Канада. Елизавета одета весьма просто. На ней платье, которое имеет отложной воротник. Семейная пара принцессы Елизаветы и принца Филиппа на тот момент была одной из самых красивых пар среди королевских семей. Давайте посмотрим с вами на вот эту фотографию. Это уже 1951 год прибытия в лондонский аэропорт. Хитроу. Они прибыли вместе с Елизаветой из Найроби. Опять-таки, плотный костюм из плотной шерсти. Костюм однобортный. Мы видим здесь высокую посадку брюк. Мы видим здесь, что брючины закатаны. Закатаны правильно. И он сделал их не наспех, а они были так изготовлены. Конечно, широкий галстук. Плечи принца Филиппа не раскачаны до такого состояния. Посмотрите на мужчин, которые стоят и смотрят на принца. У них тоже широкие плечи. Это подкладные плечи для костюма. 1951 год. Принцесса с принцем на благотворительной премьере. Дама с лампой в Лондоне. На принце фрак. Фрачная рубашка. Фрачные брюки. Действительно, сегодня многие, кто носят фрак, а их не так уж и легко встретить в повседневной жизни, но дирижеры, оперные певцы не думают над тем, как правильно нужно носить фрак, что его нужно сочетать с правильной рубашкой. И зачастую многие кондукторы... Нет, по-русски... Дирижеры, я сказал же, да. Дирижеры выглядят смешно, потому что надевают неправильный фрак. Лучше не надевать фрак вообще, вместо того, чтобы надевать некачественный фрак или плохо изготовленный. 1951 год. Канада. Оттава. Давайте посмотрим на эту фотографию. Мне уже не терпится вам о ней рассказать. Какая потрясающая клетка. Он в джинсах, на джинсах ремень, джинсы подвернуты не самым лучшим образом. Это был праздник, который проводился в честь Ее Величества Королевы Великобритании в Рейдахолле в Онтарио в октябре 1951 года. И он надел соответствующую одежду. Клетчатая рубашка, мешковатые джинсовые слаксы и шейный платок. Я считаю, что это один из самых необычных его образов. Мы не привыкли видеть членов королевской семьи вот в обычной одежде. Хотя есть тут одна... Кто носит то, что ей заблагорассудится. О ней я сделал видео. Посмотрите. В описании этого видео там будет это. Мы знаем, что принц Филипп увлекался игрой в поло. Так вот, это турнир в Риме 1951 год. Рубашка с закатанным рукавом, жилетка и специальные перчатки. Не забывайте также про специальные расширенные кверху брюки галифе. Принц Филипп в 1953 году на коронации королевы Елизаветы Второй. Я уже рассказал, что за платье она надела в своем видео гардероб английской королевы. Посмотрите его, если вы никогда еще не видели, что же я там вам рассказываю. Есть такое понятие фуллдресс. Форма королевского флота. Это парадный мундир, который использовался с 1748 года под 1916 год. Между мировыми войнами, между Первой мировой войной и Второй мировой войной эту парадную форму могли носить лишь офицеры не ниже капитана второго ранга. Ну а после Второй мировой войны этот мундир уже никто не надевал. Однако никто ношение такого мундира не смог запретить. Поэтому вот здесь мы можем видеть, что принц Филипп надел в тот самый исключительный случай, церемониальный случай, этот мундир. Ну а с 1960 года этот мундир не используется вообще. Кстати, вы знаете, что у Филиппа было звание адмирал флота. Здесь мы можем видеть Филипп, тоже в звании адмирала флота. Форма формальная, но для торжественных мероприятий. Елизавета невероятно красива здесь. Даже и не верится, что когда-то англичане видели свою королеву вот так выглядящей, носящей вот такие платья, такие ювелирные украшения и такое декольте. 1953 год. Это семейная фотосессия в замке Балморал. Принц Филипп одет практически во все шотландское. Посмотрите на этот килт, на твидовый блейзер и посмотрите на детей, как они одеты. Я всегда в восторге с этой формы, потому что это настолько красиво и настолько утонченно, что глядя на такую одежду, кажется, что она уже больше никогда не возродится. Но в королевских семьях действительно одевает детей продуманно. Королева Елизавета II, принц Филипп покидают дом собрания после выступления королевы в колониальном парламенте Бермудских островов в Гамильтоне. Это белая парадная форма, насколько я вижу, королевского флота. Это звание адмирала, на Елизавете легкое летнее платье. Еще одна очень интересная фотография, которую, может быть, вы и не видели. Это 1956 год. Елизавета смотрит на Филиппа, который играет в поло. Я уже рассказывал вам о том, что принц Филипп играл в поло, но здесь мы видим на нем футболку. И, конечно, видим на нем специальные брюки для пола. На нем шлем, ну, а рядом стоят королевские дети, которые одеты в гольфики. Посмотрите, какие потрясающие гольфики. 1957 год. Принц Филипп в белых брюках и футболке. Ну, вот многие говорят, что мужчину красит костюм. Но если мужчина не умеет носить вещи, как бы вы его не одевали, он все равно будет выглядеть зачуханцем. В дорогом костюме или в дешевом. Но если человек умеет носить и повседневную одежду, и умеет показать себя, как, например, принц Филипп, то, что бы вы ни надели на этого человека, на нем все будет выглядеть безукористенно, безупречно, как нужно. Еще одна фотография, но с другого ракурса уже черно-белая. В 1957 год принц Филипп кормит пингвинов, где-то в Антарктике он их кормит во время кругосветного путешествия на королевской яхте Британии. Это было 7 января 1957 года. Складывается ощущение по глазам этих пингвинов, что это просто чучело этих животных, но они не настоящие. Нет, они, конечно же, настоящие. И мы видим здесь принца Филиппа в необычном облачении. Он здесь предстает перед нами, как обычный путешественник. На нем теплый комбинезон, на нем сапоги, вероятно, это сапоги Хантер. Трудно так сказать, потому что не видно. И нет в данный момент других фотографий для того, чтобы определить марку его сапог. Но мы понимаем, что даже эти солнцезащитные очки, которые он так часто надевал в повседневной жизни, добавляют ему стиля. Британцы носят плащи. И принц Филипп тоже носил плащи. 1957 год. Мы видим здесь принца Филиппа в плаще. И королева носит плащи. И принц Филипп носит плащи. Но даже под плащом у него белая рубашка. И аккуратно повязанный галстук. Вот здесь в 1958 году мы можем видеть Филиппа, который принимает участие в смотре. А вот здесь давайте посмотрим на мелкую клетку. Это 1959 год. Виндзорский замок. Не нужно говорить, что ему этот пиджак слишком велик. Дело в том, что королевские портные следят за тенденциями. И знают, какие пиджаки нужно шить. Не забывайте еще о том, что была мода. И мода 50-х никак не связана с тем, что носим сегодня мы. 1961 год. Они встречались с президентом Италии. И этот идеально скроенный, однобортный смокинг с легким блеском. На этой фотографии мы видим королеву президента Ганны Квамин Крума. Позади мы видим принца Филиппа. Обратите внимание на то, как всегда элегантно он одевался. И насколько были продуманы его наряды. Мы говорим про образ англичанина. Вспоминая твит, вспоминая идеально изготовленный костюм. Но забываем про шляпу. Цилиндр. И этот цилиндр он надел, конечно же, на королевские скачки в Аскоте 1962 год. Бутоньерка, костюм и цилиндр. Кто сегодня знает, как носить цилиндр и где купить в России цилиндр? Я, например, никогда не встречал ни в одном шляпном магазине цилиндр. Я не знаю причину отсутствия шляп. И те шляпные магазины Петербурга, которые представляют мужскую продукцию, мужские шляпы, они продают либо какие-то кепки, либо какие-то ужасные фидоры. И эти фидоры невозможно носить, потому что они, скорее всего, подойдут для спектакля в театре юного, но уже седого зрителя. Настолько они убогие, убогонькие. Просто убожество высшей категории. Дайте русскому человеку красивые шляпы. 1963 год. Это, между прочим, форма гвардейского полка. Это церемония, на которой принимали участие британские полки и армии Содружества. Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Но официальный день рождения монарха Великобритании празднуется во вторую субботу июня. Посмотрим на синие ленты. Это орден подвязки. Елизавета и Филипп получили орден подвязки в 1947 году. Это благороднейший орден подвязки. Этот высший рыцарский орден Великобритании является одним из самых старейших орденов в мире. Еще одна фотография с игры в поло 1967 год. Принц в идеальной форме. Не забываем, что ему уже здесь не 30 лет. А вот как выглядел принц в игре в поло уже на коне. До чего же красивый вид спорта. Поло на велосипеде. Тоже неплохо. Мы видим на нем поло. Брюки для пола. Мы видим на нем сапоги. Размер ноги большой, но не в этом дело. О, это одна из самых красивых фотографий. 1968 год. Мне нравятся его гольфы шерстяные. Я не могу терпеть, когда люди, например, оперные певцы, выходят на сцену в коротеньких носочках. Или, например, когда музыканты садятся и у них видны волосатые ноги. Я не для того покупаю билеты на первом ряду за большие деньги, чтобы смотреть на волосатые ноги. С этим нужно что-то делать. Есть гольфы. Покупайте гольфы для того, чтобы быть уверенным в том, что никто не увидит ваши голые ноги. Это ужасно. Хватит показывать всем свои волосатые ноги. Может быть, кому-то это нравится, но точно не всем. Это пиджак, который мы, по-моему, уже с вами видели. Его очки. И это рука, которая напоминает нам одну из фресок в Секстинской капелле. Кисти Микеланджело. В 1972 году королева Елизавета II и герцог Эдинбургский танцуют на балу в Балморале. Посмотрите на его килт, посмотрите на его обувь и посмотрите на то, что шотландская клетка есть и у Елизаветы II. Как правильно чтить традиции? У нас никто традиции в основном сегодня не чтет. Вот мы забываем о традициях, как об исконно русских, так и о традициях дореволюционной России. Это прискорбно, это ужасно, это навевает грусть. 1972 год на борту Британии. Яркая гавайская рубашка. Не верите? Давайте посмотрим с вами на эту рубашку. Вот эта рубашка с ярким гавайским принт. Причем принт мы видим не только на его рубашке, но еще и на платье королевы Елизаветы II. Это круизная одежда. Носил ли герцог Эдинбургские куртки? Носил. 1973 год. Куртка на Елизавете, куртка на принце Филиппе. Но мы понимаем, что королевская семья не всегда может позволить себе носить супер яркие оттенки в одежде. Поэтому коричневые оттенки мы видим на принце Филиппе. Единственное, что можно было бы обувь другую выбрать, хотя она сочетается с его жилетом. Ну, Дэнди. Дэнди по-другому и не скажешь. Как будто бы для модного журнала 1974 год. Это Royal Windsor Horse Show. Принц Филипп не костюм здесь нам демонстрирует, а отдельно изготовленный пиджак и брюки из похожей по цвету ткани. Вот мы уже видим у него интересные галстуки с диагональным узором. И нужно правильно сочетать воротник рубашки с галстуком. 1975 год. Они вместе с королевой Елизаветой II в гвардейском полоклубе. Уже нет футболки. Мы видим на нем брюки-галифе, мы видим на нем сапоги, мы видим на нем галстук и белую рубашку. 1977 год. Не самая удачная шляпка Елизаветы II. Турне по Новой Зеландии. Можем обратить внимание на то, как сочетается галстук с его рубашкой. Ну и вот тут все такое пестренькое. И у Елизаветы пестрое. Я хочу вам сказать, что не всегда Елизавета одевалась идеально, хотя на встречу с папой римским она оделась как полагается. Она не является католической королевой, поэтому привилегией белого не может воспользоваться на встрече с понтификом. Здесь мы видим Елизавету в черном. Кстати, о гардеробе папы римского я рассказал в одном из своих видео. Посмотрите его, ссылка будет в описании этого видео. Здесь мы можем видеть принца Филиппа. Принц Филипп, между прочим, в церемониальной форме. Ее носят несколько старших офицеров. Адмиралы, адмиралы флота, члены королевской семьи и вице-адмирал Соединенного Королевства. Год спустя, после встречи с папой римским, святым Иоанном Павлом II, герцог Эдинбургский посетил остатки линии барлев в Египте. Это повседневный костюм, однобортный костюм с рубашкой и галстуком. И у него, в отличие от принца Гарри, который недавно давал интервью Опре Уинфри, не было видно волосатых ног. Куда смотрела эта Мэган, когда ее супруг, внук английской королевы, сидит и показывает всем не очень хорошую обувь и тем более свои ноги голые. Как же мне нравится эта фотография. Свободная рубашка, без галстука, без пиджака, интересного кроя. Эта фотография была сделана в 1982 году. Большая шляпа и, конечно же, Елизавета, которая стоит с зонтиком. Необычный наряд у Елизаветы, а еще менее обычным представляется нам этот снимок с зонтиком. Конечно, королева выбирает практически одну и ту же марку зонтика, но мне нравится здесь, что королевская семья может быть и вне мундиров идеально выглядящей. Это одна из самых необычных фотографий на сегодня. Посмотрите на Елизавету, посмотрите на принца Филиппа. Это, между прочим, 1982 год. Они на традиционном застолье во время их тура по южной части Тихого океана. Самое интересное, это, конечно же, сандалии с носками. И вот эта гавайская рубашка. Кто бы знал, что носки с такой обувью когда-то будут популярными. Посмотрите, и кого-нибудь вы здесь узнаете или не узнаете? Это 1984 год. Royal Windsor Horse Show. Royal Windsor Horse Show. В перчатке, которые соответствуют его обуви. Достаточно узкие брюки для принца, потому что в основном он носил широкие брюки. Цилиндр. Еще одна фотография в цилиндре, 1985 год. Цилиндр это элегантный головной убор, который сегодня мы не носим. Мы забыли его. Посмотрите на его галстук. Кстати, галстуки у него зачастую были весьма интересные. Вот, например, Елизавета II вместе с герцогом Эдинбургским в 1986 году в Китае. Посмотрите на этот костюм из льна и шерсти, который показывает нам, что и в повседневной жизни можно выглядеть стильно. Все зависит от ткани, которую вы хотите видеть. Необычная фотография. Конный турнир в Windsor 1994 год. Нас здесь, в принципе, не должно ничего смущать. Перчатки для того, чтобы удобнее держать. Возжи, белая рубашка, серые брюки. Причем они все одеты практически одинаково. Только вот у принца Филиппа не хватает головного убора. А вот и еще один головной убор в 1998 году. Елизавета здесь в блузе. Ее супруг герцог Эдинбургский в рубашке без пиджака. Широкий галстук, который сочетается с его брюками. Я думаю, в машине есть еще и пиджак. Просто было жарко. Это неофициальная встреча, поэтому можно было и без пиджака прогуливаться. Носил ли он в преклонном возрасте килт? Да. 2002 год. Мы видим здесь килт. Мы видим здесь пиджак. И мы видим здесь жилетку. Шерстяные гольфы. Кого-то смутят его колени. Но не забывайте про возраст. Поэтому не нужно искать недостатки. Доживите до такого возраста и посмотрим, как вы будете выглядеть. Это я обращаюсь к тем, кто считает, что людям в возрасте нужно постоянно максимально скрывать свои ноги и руки. Вот эта фотография 2003 год. Она, конечно, интересная. Но давайте разбираться. Королева Елизавета II смеется, проходя мимо принца Филиппа. Королева Елизавета смеется, проходя мимо принца Филиппа, одетого в форму гренадерского гвардейского полка. Дело в том, что герцог Эдинбургский был полковником гренадерской гвардии. Но вы знаете, что его отличает? Это синяя лента ордена подвязки. Потому что это не форма этого полка. После смерти герцога Эдинбургского возникла другая версия. В сети появилось множество фотографий. И, может быть, Елизавета смеялась не над мужем, а смеялась над пчелами. Просто во время мероприятия появился целый рой пчел. И Елизавета увидела, как насекомые летают повсюду. Посмотрите, как это выглядело. Поэтому, может быть, Елизавета улыбалась этому. А вот форма гренадерского полка. Это личная охрана английских монархов. Гвардейские войска Великобритании состоят из пяти полков Пешей гвардии. Объединенного полка дворцовой кавалерии. Около 250 человек. И Королевского гвардейского резервного полка и конных артиллеристов. Как отличить гренадерский гвардейский полк от колдстримского гвардейского полка, от шотландского гвардейского полка, от тирландского гвардейского полка, от уэльского гвардейского полка? Не сегодня. посмотрим на то, что же надел герцог Эдинбургский. Он надел головной убор. Этот головной убор называется бирскин или медвежья шкура. Они сделаны из настоящего меха северноамериканского медведя грызли. Сегодня Королевская Гвардия носит такие шапки во время парадов и во время несения почетного караула. Весит этот головной убор 3 килограмма, высота 45 сантиметров. Для того, чтобы изготовить одну такую шапку, уходит целая шкура одного медведя. Поговорим о наградах принца Филиппа. О некоторых наградах. Он был королевским рыцарем ордена подвязки с 1947 года. У него есть орден за заслуги перед Федеративной Республикой Германия первого класса 1958 год. Именно в этот год ему вручили этот орден. У него есть большой крест ордена святого Карла. В 1951 году принц Филипп получил этот орден. Это одна из наград княжества Монако. У него есть большой крест ордена свободы генерала Сан-Мартина. Это орден Аргентины 1962 год. Большой крест ордена Леопольда I был вручен ему в 1961 году. Это одна из наград Бельгии. Большая лента ордена Хризантемы вручили ему этот орден в 1971 году. Японская награда. Большая лента ордена Леопарда. Это одна из наград Заира вручили ему эту награду в 1973 году. 2005 год. Рождественское богослужение в Сандрингеме. Посмотрите, как бодро выглядит герцог Эдинбургский. На нем зеленое пальто. На нем брюки. Причем он выбирает практически всегда один тот же фасон, когда брюки подвернуты кверху. На нем белая рубашка. На нем галстук. Вот если вы хотите одеваться в английском стиле, посмотрите, что носит королевская семья и что носят богатые люди Великобритании, которые уважают традиции. В 2005 году герцога Эдинбургского сфотографировали на мини-мотоцикле во время королевской виндзорской выставки лошадей в парке Виндзорского замка. Опять неброские цвета. Сочетание V-образного выреза и расстегнутой рубашки. И теплая куртка. Действительно его можно было часто увидеть в Виндзорском замке на мини-мотоцикле. Вот еще одна фотография, где он на мини-мотоцикле в 2006 году. Вместо цилиндра обычная Панама. Если кто-то думал, что в 2000 герцог Эдинбургский перестал красиво одеваться, это неправда. Вот его костюм. Идеально посаженный. Посмотрите на его осанку. Не забывайте про его возраст. Белая рубашка, правильный воротничок, галстук. Идеальная длина брюк. Вот так должен одеваться человек, который хочет одеваться как английские монархи. 2012 год. На соревнованиях по троеборью во время Олимпийских игр в Лондоне. Мы видим с вами веселый галстук, который чем-то перекликается с Олимпийскими кольцами. Ну а рядом с ним его дочь принцесса Анна, которая выглядит иногда порой старше, чем ее отец. 2014 год. Королевские скачки в Аскоте. На герцоге Эдинбургском рубашка, галстук. Причем галстук мы видим с якорем, бутоньерка с гвоздикой и цилиндр. Вот у кого нужно учиться одеваться. Давайте посмотрим на облачение Ордена Подвязки. 2014 год. Это, конечно же, мантия. Это шляпа с пером. Не буду сейчас вдаваться подробно. 2015 год. Ройл Аскот. Принцу Филиппу уже за 90. Но посмотрите на его жилет. Посмотрите на то, что он выбрал. На его брюки. Посмотрите на рубашку. На бутоньер. Галстук герцога Эдинбургского. По оттенку схож с пальто королевы. Фотография 2016 года. Энни Лейбовиц. Да, давайте посмотрим на галстук. Вот что можно рассмотреть. Представляете, сколько вместе лет они прожили? Конечно, сегодня найдутся люди, которые наверняка в комментариях напишут свое мнение о принце Филиппе и о его цитатах. Пишите. Пишите. Не забывайте про комментарии. Пишите, как вы относитесь к принцу Филиппу. Как вы относитесь к его одежде. В первую очередь. А потом уже о том, как вы относитесь или относились к нему как к личности. Синий костюм. Причем с синим галстуком. В 2017 году. Посмотрите, как королева смотрит на своего супруга. Мы видим, что он был действительно ее опорой. Человеком, который смог загасить свои амбиции быть королем. и всю жизнь был в тени своей супруги. Фотография 2017 года. Здесь, между прочим, мы видим счастливые лица королевы и принца Филиппа, потому что в 2017 году у них было ровно 70 лет с момента их свадьбы. Фотография 2020 года, которая была опубликована до его 99 дня рождения. Для любого государства, долго живущий монарх, это действительно пора бывает хорошо. Сколько поколений в Великобритании выросло в месяц? На сегодня я заканчиваю свое видео. Не забывайте про комментарии, нажимайте на колокол и рассказывайте об этом канале вашим знакомым, потому что здесь говорят о культуре. КОНЕЦ